НАТО не откажется от ядерного оружия. Об этом заявил Генсек Альянса, критикуя договор о ядерном разоружении. Его авторы в пятницу получили Нобелевскую премию мира. Почему Йенс Столтенберг считает идею нереальной, расскажет Елена Абрамович. Договор, которого мир ждал 70 лет, так называет свою работу Международное движение по запрещению ядерного оружия ICAN. Оно объединяет почти полтысячи организаций из сотен стран. За соглашение, которое разработала ICAN, в июле проголосовали 122 государства-участников ООН. Правда, все страны, владеющие ядерным оружием, его проигнорировали. Но в условиях нынешней напряженности между США и Северной Кореей договор о разоружении важен как никогда, считают его авторы. Выборы президента США Дональда Трампа заставили многих людей почувствовать себя в напряжении, так как он один может разрешить использование ядерного оружия, и никто не сможет остановить его. Человек, которого вы сможете завести с помощью твита, который быстро принимает иррациональные решения и игнорирует экспертизы. За договор о ядерном разоружении ICAN стали лауреатами Нобелевской премии мира. В ООН надеялись, что этот факт поможет привлечь больше государств к поддержке документа. Впрочем, в НАТО сразу расставили точки над «и». Отказываться от оружия блок не будет, заявил генсек Ян Столтенберг, пишет издание «Политика». Договор о запрете ядерных испытаний не приближает нас к цели мира без ядерного оружия. Фактически, это может подорвать прогресс, достигнутый нами в области разоружения и нераспространения. Нужно учитывать реалии нынешней среды безопасности. Более реальным Столтенберг назвал действующий договор о нераспространении ядерного оружия. Его подписали все страны-члены НАТО. И сейчас нужно просто контролировать сокращение вооружений. Но пока в мире существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным блоком, подчеркнул генсек. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.